РВК Орск напоминает абонентам о необходимости своевременно и в полном объеме оплачивать счета заводу. В настоящее время задолженность перед водоканалом достигла 122 миллиона рублей. Из них 87 миллионов – долги населения. РВК Орск делает все возможное, чтобы помочь клиентам урегулировать вопрос задолженности, не доводя до неприятных последствий. Но некоторые арчане продолжают игнорировать квитанции, надеясь продолжить пользоваться услугами предприятия в полном объеме без оплаты. В этих случаях водоканал вынужден ограничивать таким должникам пользование канализацией. На ограничение услуг мы идем только в крайних случаях и только по отношению к тем, кто систематически игнорирует наше обращение. Погасить долг и совершенно не готов искать конструктивные способы решения проблемы. До этого должникам лично вручаются уведомления, с суммой долга проводится оповещение по телефону. Если все это не помогло и абонент продолжает копить долги, мы ограничиваем услугу водоотведения, заранее оповестив об этом должника. Данная мера предусмотрена постановлением правительства номер 354. Ранее мы применили ее к 38 абонентам, задолженность была полностью погашена и услуга водоотведения возобновлена. При этом хочу отметить, что добросовестных плательщиков гораздо больше, чем должников и мы благодарны всем потребителям, которые оплачивают услуги предприятия вовремя и в полном объеме. Получая оплату в срок, водоканал может обеспечить реализацию производственных планов, делая жизнь горожан комфортнее. Существенная часть средств идет на закупку материалов для реконструкции сетей, приобретения реагентов, оборудования и техники, выплату заработной платы и развития клиентских сервисов. Так, суммы долгов 122 миллиона рублей хватило бы для модернизации четырех отстойников на очистных сооружениях. Напомним, оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 25 числа каждого месяца. Жителям города доступна оплата как в пунктах приема платежей, так и онлайн. Оплачивайте услуги РВК Орск до 25 числа одним из способов, которые вы видите на своих экранах.